Осень Здравствуйте, молодой человек. Представьтесь, пожалуйста. Добромир меня зовут. Что привело вас в парк сегодня? Национальная культура, славянский колорит, выступления гостей с Москвы приглашенных. Очень бы хотелось послушать господина Емеля на группу Коливалу, которая у нас не только на Красной площади выступала, их в Ставрополь еще привезли. Вообще интересно, ярмарка мастеров довольно интересная, очень хорошие работы. Посмотреть, чем люди занимаются, какими бытностями, на чем деньги зарабатывают. Оглянусь туманами на мелом, до носа к лошади по кругу. Смотри, как тихо дождь пошел на голову мою шаленую. Словно талая река, что греет сердце, как последняя свеча в жилище изгоя дурака. Привет, ребята! Первый вопрос, разумеется, о сегодняшнем фестивале. Тяжело ли было играть? И каковы ваши впечатления о Ставропольской публике? Отвечать будет! Александр Друсь! Ну что, замечательный фестиваль, только, единственное, окалели мы. Потому что, когда погоду гуглили, нам показалось, что немножко теплее будет. То есть, нам кажется, что мы с севера вроде приехали на юг. Но что-то юг оказался тоже. Не совсем южный. Да, но вообще здорово! Мы, конечно, очень любим такие мероприятия городского масштаба. То есть, мы в своем родном городе играем, и на днях города, и на многих других мероприятиях. В общем, нам это уже, так сказать, привычно и очень прикольно. Аудитория, ну... Ну, намного пришло поклонников на нас. Да, было много молодежи, которая, в общем, в основном нас поддерживала. И понятно, что люди уже такие более взрослые. Вот. То есть, они так сначала смотрели, а потом, как я видела, они уже так раскачались. Вот. Но мы к этой реакции абсолютно готовы. Вот. На самом деле, мы уже давным-давно не различаем публику на металлическую, ну, металлистическую и не металли. То есть, ну... Потому что эта приставка Folk, да, то есть Folk Metal, она, вот, людей объединяет всех возрастов, полов, социальных положений и так далее. Да, здорово. Теперь о вашем семилетии. На давнем интервью вы сказали, что сыграете 30 песен. Смогут ли ваши поклонники до или во время концерта повлиять на сет-лист? Ну, на сет-лист вряд ли, потому что, да. Уже неделя осталась уже, сет-лист составлен. Да, уже, да, все готово. И мы уже с нетерпением ждем, мы уже хотим, вот-вот уже. Мы объявляли еще за месяц до концерта, там, пожелания потратились там. Да. И люди высказывались, ну, в принципе, так, как бы, ну, составили представление о том, что хотят услышать. Уже скорее бы, скорее бы, потому что очень хочется уже играть, вот такие жадные, жадные до концертов, да. Уже прям, меня уже успирает, я уже себя, вот, всем представляю себе, как уже все это будет. Ну, большой сет, тоже, тоже классно, мы любим играть большие сеты. Потому что так, как обычно, когда такое мероприятие, сборная солянка, ну, там, ну, 10 песен, ну, вот, сегодня у нас мы сыграли 10 песен. Или 9? 9. 9, да, 9, вот. Ну, там, то 9, то 10, то 11, вот так вот. А как-то вот хочется выйти и 3 часа, так, в общем, народ держать, классно. Ну, вот как раз следующий вопрос, и было об этом, мы его уже предварили. То есть вот он будет сольным, но бывает, что на дни рождения приглашают там музыкантов из других групп, делают интересные дуэты. Почему вот вы решили, что именно будет большой трехчасовой сольный? Ну, это у нас ежегодная традиция уже, то есть в октябре вот у нас первый концерт наш состоял, с 5 октября, 2005 года, вот, прям, как будто бы это было вчера. И с тех пор у нас традиция, мы проводим два больших концерта в Москве. Это приуроченные к нашему дню рождения и связанные с древним славянским праздником Масленицы. Вот. То есть в конце марта, соответственно, ну, там какая дата выпадает. Вот, поэтому, ну, сольный нам удобно так играться. Мы уже, это уже давно уже носили. Недавно вы сказали, что работаете над клипом на песне нагрянули. А-а-а. Вы снимаете своими силами или привлекаете студию? А-а-а, ну, на самом деле скажу так. Съемки уже начались, вот, и уже у нас успешно прошли два съемочных дня. Да? Вот. Осталось еще, ну, много, да, много съемочных дней, да. Ну, парочка, это так, это, ну, это самый легкий вариант. Да, приблизительно. На самом деле, если честно, ничего не хотим говорить. Могу тебе после интервью эксклюзивно показать фото, ну, рабочее. Но мы сейчас пока, ну, немножко не анонсируем. Но, честно, из суеверия не хотим сглазить. Потому что у нас вот такое было, мы там заявили о DVD, о DVD выпуске. И, в общем, у нас, да, не очень как-то все, не очень все срослось. Материал нам не понравился, когда мы смотрели. То есть, понятно, что было потраченное время и деньги тоже вбуханы. Вот. Но мы не можем это выпустить, потому что нас не устраивает. И поэтому сейчас мы, ну, пока мы ничего никому не говорим. Ну, и зато будет все. Ну, я думаю, скоро будет анонсировано. Ваша песня «Волчий зов» стала гимном фестиваля Folk Summer Fest. А какую песню вы бы назвали гимном группы по прошествии этих семи лет? Хороший вопрос. Но я думаю, что для публики, для публики, конечно, это песня Ярила. Мне так кажется, так, чисто интуитивно. С ней же мы вот здесь играли на Дне России. Вот. С площадки номер один вашей страны под фанеру. Ну, а что? Ну, а что? Вот. Ну, а что? Вот. Нашей первой такой крупной ротации. Потому что она номер один в рейтинге. А дальше я думаю, что у каждого из нас есть своя песня. Вот. Которую вот. Вот у меня самая любимая песня. Вот песня «Милая». Вот я считаю, не знаю, что вот она у меня какая-то самая крутая. Она простая, стёбная, лёгкая. Я думаю, что каждый человек для себя... Никита, наверное, никак не отведи его песни, где у него там какие-то запилы там эдакие. Вот. Правильно я говорю? Да. Немногословный такой песня. Батисты все могут быть. Мне нравится «Нагрянули». Мы играем. Кого? Вот «Нагрянули», как мы вот включили её в концертное место. Мне нравится играть на концерте. Вначале обычно ставим. Да. Очень классная песня. Ну и напоследок, небольшой совет от вас, музыкантам, которые ориентируются на ваше творчество. В том числе, как и... Китки, мать? Думаю, да. В том числе, как и от преподавателя вокала, гитары, ударных. Вот сейчас лучше, чтобы получить музыкальное образование, поступать в ВУЗ? Или всё-таки искать индивидуального преподавателя? Не имеет значения. Главное – это… Главная убеждённость, да, и целеустремлённость. И понимать… Ну, это хоть так банально достаточно звучит, но тем не менее… То есть, если действительно цель такая поставлена перед собой… Вот я точно знаю, вот я просто с 12 лет точно знала, что я буду музыкантами. Когда вот это я играю, у меня вспышки дежавю. И я нахожусь на своём месте. Несмотря на то, что первое образование у меня совершенно другое. И родители там меня протащили. Но у меня такой был вот такой волчий зов, зов сердца. То есть, я знала, что мне надо стать тем, кем я… Я пока не на своём месте. Я не стою проще немного. И когда у человека такое убеждение, железное, на сто процентов, что вот я должен быть профессиональным музыкантом. Там кривая, она сама улетит. Ну, заниматься, конечно, нужно под лежачий камень, ничего не течёт. Вот, к сожалению, очень много поломанных судеб из-за того, что вот человек вот надумал, а я вот, а я буду там… Ну, тоже буду музыкантом. Заниматься не хотят ничего и считают, что вот если вот долбить, то она будет… Блин, ну, понятна моя мысль. Потому что я что-то перемёрзла, я не соображаю, что я говорю. Вот, и поэтому… Ну, в общем, надо стремиться, конечно, к профессионализму. Потому что иногда мы много ездим по стране, и перед нами многие там разогревающие коллективы. Вот, и, конечно, надо больше и больше работать над собой. Намного больше. Причём, ну, разносторонние. То есть, не только, допустим, оттачивается умение там, гамма играть. Спортзал, точно. Нет, я имею в виду музыкальный. О, это отдельная тема. Вот. Я имею в виду, что разносторонние, как там, что-то там учиться писать музыку, записать текст, учиться там, записывать всё это дело. Да. Короче, всё отдельное, каждое отдельное, как бы, класс, который нужно изучить в современном музыке. То есть, уже промоушен. То есть, если ты хочешь что-то продать, какой-то продукт, да, ты должен думать о том, как его продать, кому его продать. То есть, нужно какие-то такие, ну, в общем, деловые качества тоже должны быть. и обязательно здоровье. Вот это, это сто пудово. Потому что, когда там все молодые, а-а-а, там после репетиции все, дж-дж-дж, дж-дж, там обязательно постоять в палатке. Нет, это тоже, всего должно быть в меру, понятно. Рок-н-ролл есть. Рок-н-ролл, рок-н-ролл. Понимаешь? Мы же все тут не артисты филармонии. Понимаешь? Мы в рок-н-ролл играем. Вот. Но нужно, нужно здоровье. Потому что ты думай вперёд. Когда ты поедешь, вот, тур там на 150 городов, понимаешь? И у тебя там тут, тут ломят, тут это, тут скрипит, тут разогнуться не можешь и хронически, федологический насморк там. И всё вот это. Ну, какой из тебя артист, правильно? Ну, ты развальня, ну, уже, по сути. Поэтому надо, в общем, так сказать, злоупотребление все и прочее. Все должно быть в меру. То есть надо думать, опять же, уже на будущее. Вот. Ну, заниматься собой и так далее. Спасибо большое. Очень развернутый ответ получился. А мы по-другому. Давайте ещё поговорим. Нам так понравилось. Ну и совсем на последок. Пожелатель. Мы всё сказали. Как вам удаётся не заболеть звёздной болезнью при такой популярности? А с чё ты из зала? Они уже, смотри, все больные. Они вообще, я тут лежу одна за них. Смотри, сидят на пафосе. Четыре вот индюка, можно сказать, смотри. Никто из них такие, ни слова. Ну, я, конечно, понимаю, что в мой монолог, когда это вклинится, трудно. Но они вот, да, опасны. Да, опасны. Да, опасны. Вот. Я не знаю, конечно, для того, чтобы заболеть звёздной болезнью, я вообще, на самом деле, это надо быть звездой, да, вот в первую очередь. Такой, как настоящей звездой. А всё, понимаешь, всё в сравнении. Всегда найдётся, то есть, ну, что такое звезда? Всегда найдётся звезда круче тебя. Да, вот ещё, там всегда найдётся кто-то красивее тебя, богаче тебя, умнее тебя, звёзднее тебя, да. То есть, когда приходишь, там, о, там, наклевался звёздами, мы всё собрали целых, там, тридцать-тридцать пять с половиной коллег классных. Потом раз на серию приходишь, раз, там, какая-нибудь другая группа, а они собрали сорок пять. Они круче, чем мы. Вот. А потом приходишь, на самом деле, надо больше слушать музыки. Когда, вот, вот помнишь, этот, изменитый концерт Iron Maiden, да, там, на двадцать пять тысяч человек. Или Металлика. Вот надо, вот, ну, какие, ну, мы все червяки по сравнению с этим. То есть, надо же это тоже всё понимать. Работать, делать, значит, не отменять то, что, не, ну, такое же мы говно, мы это, наверное, в смысле, что, нет, у нас тоже есть своя аудитория, мы востребованы своей аудиторией. Вот. Но просто для того, чтобы там что-то уже, там, вот, искать ещё, там, я их не знаю. Ну, я сегодня как звезда, у меня отдельный номер, у них, там, они храпят на тренинг, у меня всё это самое. Санузел даже у меня собственный. Вот, так что, вот, уже растут, уже растут. Пора в райдер заказывать не газельку, а как-нибудь отлично, там, гимнет-влаген, чтобы тебя довозили до гостиницы, да. Ну, у нас райдер-то там вообще скромнейший. Единственное, что я хочу написать в райдер, просто вот, умоляю, чтобы нам не давали сосиски и макароны. Это еда, которую я не могу жрать просто ни под каким видом. Даже если я буду голодной, я, я не знаю, я лучше останусь голодной, просто не могу это есть. Будет, реально, очень вкусно. Так что, вот, это вот, наше проявление звездной болезни, вот, мы не едим сосиски и макароны, а всё остальное. Ты не ешь сосиски и макароны. Да, они вот-вот. Круто. Спасибо большое, ребят, что вы приехали, порадовались сегодня. Не только своих фанатов, но и случайных прохожих, которые, как мне кажется, очень много людей подключилось, подпевали, хлопали. Хорошо приняли, конечно, да, сначала так, сначала аудитория, которая что-то... Дальше я всегда, я всегда смотрю, на всех аудиторию изучаю. Такие. Мы сейчас смотрели, потом так, потом раз-раз, а потом уже я смотрю там вот так. Ну, всё хорошо. По крайней мере, у нас настроение хорошее. Я надеюсь, что и слушатели тоже хорошее настроение. Поздравляем. Да, вам спасибо. Поздравляем с Тавру Путину. С днём года. Спасибо большое, Алексей. Проглашайте ещё. Плеща! 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 Поеща! Плеща! Субтитры подогнал «Симон»